Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня понедельник, и мы снова снимаем наш ролик. Сегодня у нас в гостях Людмила из Санкт-Петербурга. Она пришла получить свою работу, вышивку. Посмотрите, какая красота! Людмила, какая это фирма? Лукас С. Лукас С. И сколько вы вышивали по времени? Полгода. Это очень быстро для такого формата. Полная зашивка. А канва какая? Мелкая очень. 18-я канва. Это круто. Очень красиво. Слушайте, просто на уровне даже СТ, я бы сказала, очень хорошее качество. Великолепно. Мы все время хвалим СТ, но Лукас С отлично. Посмотрите, как здорово. Рамочку подобрали такую же богатую, как интерьер на картине. Так что смотрите, как здорово получилось. Великолепно. Спасибо вам большое, что вы обратились к нам. Сейчас что вышиваете? Пока ничего, я только зимой вышиваю. Только зимой. А что сейчас, дача замучила? Нет, дачи нету. Просто лето, надо погулять побольше. Ну, здорово, что вы можете себе это... Я не могу остановиться. Поэтому я и не начинаю. У меня процесс... Вот, например, заканчиваю я какую-то вышивку, и уже я смотрю у себя, руюсь, чтобы мне дальше продолжить. Я летом, поэтому специально не покупаю, чтобы мне потом не остановиться. Вы молодец. Вы даже не покупаете впрок. Ничего себе. Вот это да. Это кремень. Это человек-кремень, который может себе позволить не покупать ничего впрок. Ничего себе. Это здорово. Я буду... Я горжусь с вами. Я буду с вас брать пример. Потому что это не важно. Для меня это нонсенс. Я вот сейчас бы... У меня была бы возможность, я бы сейчас побежала, купила вот этот набор. Потому что мне очень нравится. Но почему-то в этом каталоге, в моем, его нет. Это, видимо, у меня старый каталог, а работа, наверное, новая. Вот эта вот вышивка. Замечательная. А не помните, как называется набор? Называется «Неохотный друг». «Неохотный друг». «Неохотный» такое еще слово. Ой, здорово. А я приехала на дачу, привезла свою кошку, собаку. Они сейчас там, муж пошел в отпуск, живет на даче, будет... Мои животные там будут отдыхать. Они кайфуют. Сын привез свою кошку и свою собаку. В общем, у нас там зверинец целый. Кошки сначала друг на друга урчали, а теперь бегают друг за другом, играют, балуются. В общем, ой, две молодые кошки. Такие замечательные. Так весело на них смотреть. Все цветет. Начали расцветать у нас пионы. У нас даже... Мы сегодня вам покажем нашу клумбу. Потому что я хочу показать, какой пион вырос. Ну, правда, видимо, там остаточек оставался от того, что выкопали у нас. Но все равно он у нас расцвел. И анютки вообще великолепные, как бабочки сидят на клумбе. Я вам покажу сегодня. Мы сегодня вам покажем обязательно. Вот. И что еще хотела рассказать? Да. У нас сейчас в Питере жара. Для тех, кто не знает. Сейчас мало кто может приехать сюда к нам в Питер из-за пандемии. Но у нас сейчас прекрасная погода, жара. Но иногда налетает ураган, ветер, град. Я попала под такой ливень, что за три секунды на меня как будто ядро воды вылили. Я в машину села, сижу, с меня все стекает. А сыну в этот день, это был, по-моему, четверг, градом разбила машину. Вот такие у нас чудеса в Санкт-Петербурге. Я вот сколько живу, я такого не помню, чтобы был град такой, что машину даже разбила. А что вы мечтаете вышить сейчас? Мечтаю вышить, вот видела очень красивый иристий. В большом формате? Ну, в большом формате, да. Вы посмотрите наш ролик, у нас есть вот наш Евгений Георгиевич сейчас вышивает этот сюжет. Очень красивый, очень. Вот и я видела, но она какая-то московская фирма, я не понимаю, как их можно. Ну, можно где-то найти схемку, скачать ее, вот, если хотите. Мы вам в этом посодействуем, поможем. У нас есть люди на нашем канале, у которых есть эти схемы, могут поделиться. Так что вот. Ну, подумаем, на каковы и не есть. А сейчас мы пойдем и снимем клумбу нашу. А то так будут люди подходить, и мы не покажем клумбу. Сейчас пойдем, пошли. Где вырос? Сам посеялся, смотрите. Маленький мой, прямо из камня растет. Какой красивый. Хочу вам показать то, что у нас получилось в нашей посадке. Наши цветы, наша клумба. Посмотрите, что получилось. Посмотрите, какая красота. Виола, как будто бы бабочки сидят на клумбе. Посмотрите, как красиво. Голубенький и беленький. И пион расцвел. Сажала я его в прошлом году. Вообще, через три года должен расцветать. Но расцвел в этом году. Он, конечно, хиленький такой, потому что, видимо, выкопали основной корень. В наших колесах, которые мне ребята подарили. Вот, видите, хоста побила, конечно, ее градом очень. Вот дырочки прямо на ней. Листики поранены. Но зато, смотрите, виола мелкая такая выглядывает. Так красиво получилось. И здесь тоже. А здесь вот немножко другая виола. Голубенькая. Там с оранжевым. Здесь просто голубенькая. Да, побита градом. Сильно-сильно. И очень красиво. И посмотрите, петуния. Плетистая петуния. Такая, как бархатная. Посмотрите, как красиво. Вот какая красота. Вот эти лишние, которые отцвели. Их вовремя надо удалять. И тогда она будет долго-долго-долго набирать вот эти бутончики и цвести. Самое главное, вот эти вот увядшие надо быстренько все удалять. Так что не зря мы потрудились весной. Посадили все. Да, но тоже по Белоградам. Но все равно очень красиво. Посмотрите, вот это просто бархатное. Еще и с беленькими вкраплениями. Такая красота. Ой, прелесть. Вот что у нас получилось. Жильцы этого дома очень довольны. Им нравится. Они даже идут мимо, благодарят все время, когда видят нас. Благодарят, что мы сделали такую красивую клумбу для них. Коричневый, голубой, синий. Нет, нет, нет. Под дерево, да? Под дерево? Да, да, да. Что это такое? Хорошо. Сейчас тогда посмотрим. Но здесь вот, смотрите, здесь можно что сделать? Сейчас я вам скажу. Чтобы вам к часам подходило хорошо, можно сделать вот такой вот. Смотрите, он будет хорошо подходить и к этому, и к часам. И как и паспарту тут. Да, и здесь уже паспарту есть. А это не будет очень толстая? Нет, 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 будет очень красиво. Я вам сейчас что-нибудь покажу в этом багете. Да, посмотрите, какой очаровательный набор. Мне кажется, он тоже. Нет, 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 то же самое. Это кажется так. Это абсолютно одна и та же серия, один и тот же дизайн, только другой цвет. Видите, как красиво. Вот такая красота. Вот это сюжет такой хороший, замечательный. Еще можно сделать, конечно, вот смотрите, можно сделать или вот этот можно сделать цвет. Смотрите, вот, зелененький. Можно тоже сделать такой же, потому что листья у нас такие. Вот этот, хорошо. Давайте этот, да. Там ничего даже не отмечено. Ну да, будет 21. Так, 46 я сказала, да? Ну здесь получать, ну да. Надо делать в один размер. Вы на пальцах вышиваете? Да, да. Почему-то вот здесь перекосило сильно. Вот смотрите. Да, вижу, вижу, вижу. Это я вот, я и говорю, что это я стала. Ну ребята будут вытягивать, но ничего. Угу, хорошо. Красивый сюжет. Мы в Италию послали такой набор, там будут вышивать. Я давно искала, чтобы вот такое вот что-то увидела. Вертикальное, да, такое? Хорошенькое. А это самое. А если тогда посмотреть что-нибудь, знаете, вот, чтобы было паспорту, ну, просто. Хорошо, давайте пробовать. Сейчас, сейчас. Подберем. Ну, в таком же стиле вам надо сделать, да? Сейчас я поищу. Сейчас я еще посмотрю посветнее. У меня такой хорошенький. Вот, смотрите, можно вот так сделать? А это самое, а нельзя потоньше, мне кажется. Рамку потоньше? Да. Хорошо, давайте потоньше сейчас подберем. Так, потоньше. Вот, смотрите, вот так вот будет. Как вы думаете? Ну, это что вам к душе? Не нравится? Можно еще верх заменить. Сейчас я вам покажу. Смотрите. Ну, понимаете, какая штука? Чтобы картина хорошо смотрелась, паспорту должно быть пошире, чем багет. Тогда, ну, хорошо. Так будет, нет смысла в этом паспорту. Ну, вот так хотя бы. Вот так будет хорошо. Она не очень широкая, но и в то же время. Я понимаю, все вышивальщицы экономят место. Не надо. Да, здесь будет масло масляное, да. Тоже, тоже красивое, да, да. Какая-то интересная, чем вот эта. Вот, смотрите, выбирайте. Я бы сделала то. Вот я вас и спрашиваю, потому что все-таки вы уже в этом деле. Оно очень, вот видите, как вот, я вам даже показала тот же самый багет. Видите, как хорошо. Давайте мы тут. Так, хорошо. К нам сегодня пришла Екатерина из Санкт-Петербурга. Она наша девочка, уже не первый раз приносит работы. Купила она ее, я уже спросила, на Алиэкспресс. Вот такая красота. Посмотрите, как здорово. Мы уже такое делали, только там с девочками, с барышнями, с такими пухленькими, хорошенькими. Вот посмотрите, какая замечательная работа. Слушайте, ну китайцы молодцы, я хочу сказать. У них и цена, и качество хорошее. Мне нравится. Бывают, конечно, там иногда мутные, но вот эта вот серия просто великолепная у них. Что хочется. Так, ну давайте начнем подбирать. А я уж так посмотрю. Да? А вообще вот что-то мы же вам делали уже. Поэтому, а нет фотки, чтобы мы бы скомпоновать? Нет, вы знаете, просто вот у меня эта картина, она будет висеть на кухне, там светлые стены. То есть мне светлая рамка по-любому уже не подходит. Да, молодец, вот правильно. Не надо что-то, знаете, что-то вот, может быть, вот как немножко с бронзой, что-то такое. Потому что у меня плитка такая на кухне, как под бронзу немножко. Как раз она будет висеть над плиткой, чтобы так сочеталось. То есть вот так, не сливалось со стен. Так, хорошо. Как-то так. А паспарту? Ну, паспарту уж там как-то. Паспарту делаем, да? Паспарту делаем. Я думаю, что делаем, да. Мне кажется, вот одна просто рамка как-то, ну, не знаю. Ну, здесь вообще в принципе можно. В принципе можно. Сейчас я посмотрю. Вот смотрите, вот у нас бронза и широкая, широкая. И, в общем, прикольно будет такое сочетание. Без паспарту, да? Или такое приглушенное. Приглушенное? Да. Хорошо. Сейчас будем искать. Вот так. Может быть, зелень даже посветлее взять какую-то. А что там? Какие еще цвета есть в кухне у вас? Ну, у меня такие бежевые. Вот немножко плитка как вот с этим. Ага. Слушай, а заказчики, да, звонили? Ну, и сама кухня, она такая как-то плесная. Ну, как-то розовая, что ли. Как-то так. Мне кажется, вот этот зеленый вообще не подходит. Можно еще вот такой сделать цвет. Он вот здесь вот в нюансиках таких вот есть. Да, вот если эту рамку, то ее без паспарту надо делать. Она будет хорошо. Я думаю, что раз я домик свой оформляла вот в такую, только она была более темно-зеленая. Вот это посоветовали, что раз ты такая штучка, то вроде не нулась. Да, 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 это вот. А даже я смотрю, смотри, как-то. Это можно, конечно, тоже так же может. Не зеленая просто не подходит. Не подходит. Да, есть. Сейчас найдем. Да, да. Вот такой вариант. Вот можно посмотреть, как будто бы целиком. И вот этот вариант. Нужно выбирать тот, который подходит больше в интерьер. Так что выбираем то, что в интерьер. Берем вот этот. Как ты спицы-то сделала? А я так просто, я сначала думала сделать вокруг одной нити, а все равно видно. Да, да. Я уже мучилась-мучилась, в итоге просто взяла и вот так протянула. Одним вот, ну как, знаете. Одним разом. Поэтому когда, ну, когда натянут, то это все ляжет. Да, 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 ляжет, ляжет. Оно и так даже хорошо. Потому что другому никак не сделаешь. Оно и так даже хорошо. Ты даже замучиться. Угу. Ой, мне нравится. Такой сюжет прикольный. Вообще вот эти мне... Там такие пухляшки еще всякие с мороженым, там Ваня, Ваня. Да, да. Очень хороший сюжет. Прямо отличный. Просто прям. Понравился, я думаю. Ну, на пути как раз. И здесь ты так здорово натянула хорошо. А я тоже так же протянула, потому что по-другому не было. Угу. Ну, здорово. Потому что эти вот спицы очень сложно. Угу. Угу. Просто суперские. Складывала, потом вышивала, потом опять откладывала. Понятно. Ну, долго я ее вышивала. В принципе, можно, я думаю, за пару месяцев вполне вышить. Вот это полная зашивка. Да, тем более здесь нанесенная была схема. А, с нанесенным, да? Ой, замечательно. Поэтому, в принципе, единственное, что здесь вот в этом месте вот было смещение. Пришлось тоже там по клеточкам к схеме как бы обращаться. Да? В принципе, да, я тут выровняла потом, все нормально. То есть вот здесь небольшое смещение как-то получилось. А здесь все было ровненько. То есть можно было вышивать и... Вообще у них вот с нанесенным я вышивала два раза. У них как-то прямо идеально редко брак. А мне попадалось. Да? Попадалось. Причем смещение как-то идет вот в этом месте. А здесь все ровно. Вот странно. Да, да, бывает. Значит, и у них бывают. Бывает, бывает. Потому что я покупала наших производителей. Там вообще жуть-жуть. Дим, у меня Dimensions, коты у камина. Там вообще невозможно. Там непонятно, какие нитки нужно на этот крестик определенный. А там тоже сместить нельзя. Надо понимать, а в общей картинке не создается. И получается, в общем, полная ерунда. Очень трудно. Девочки вышивали, тоже ругали эти коты у камина. Вы не вышиваете? Нет. Нет. Вышивала в свое время царство небесной бабушкой. Мама была делать такое. А я вот... А вас вот это захватило. Захватило. Это, наверное, только потому, что вообще, по идее, я уже шестой год в Санкт-Петербурге. Откуда вы приехали? Вообще, родилась в Хабаровске, училась в Хабаровске. Ох, ничего себе, как круто. Передайте привет своим землякам. Хабаровск, привет. Большей частью сознательной жизни я прожила на Камчатке. Ух ты. Я из Петропавловского-Камчатского. Но я Санкт-Петербург. Петропавловск-Камчатский, привет. Привет. А тем более... От Елены. И Ленинград в свое время, дипломную практику. И здесь я страдала этим городом. Я в нем растворяюсь, я настолько люблю. Но так случилось, что, в принципе, сынок другого вроде как не было у нас города на обучение. Поэтому он приехал сюда, я оставила работу. Хороший выбор, я вам скажу. Сначала даже про мозаику я думала, что нереально это освоить или еще что-то. А это настолько увлеченно, тем более, когда есть такие красивые полуготовные работы. Ну, заказывают через интернет, да. У меня очень много годовых работ лежит. Ну, подвигла сделать подсолнухи, потому что была у крестной, будем говорить, сестренке юбилей. Хотелось. Она, как и я, складает подсолнух. Мне люблю желтый цвет, люблю вот эти цветы солнца. Выбрала, выбрала через интернет. Лен-багета много есть. Нет, мне нужна Татьяна Викторовна. Спасибо. Ладно, прямая ветка. Хорошо, да, удобно, прямая ветка. И, в принципе, учитывая, что я человек свободный, я села и поехала. Замечательно. Заступно. Поэтому вот хочу, чтобы вы мне подсказали. Сейчас будем подбирать. Сейчас будем подбирать с вами, чтобы... Спасибо. Может быть, когда-то и начну вышивать, но мне казалось, что вышивание гораздо больше требует зрения. Со зрением будет все хорошо. У меня со зрением проблемы большие, но я поехала... Я видела, в каких выяснях. Да, да, я вот поехала в Институт Федорова и проконсультировалась. Я спросила, можно ли мне вышивать. У меня зрение-то ой-ой-ой. Ну вот, и тем более у меня наследственное. У меня мама, у меня дедушка очень рано ослеп, в 45 лет. Мама у меня почти не видела уже вот в последние годы. И поэтому у меня это как бы проблема. Да, и я проконсультировалась, мне сказали, вышивать надо. Вышиваете, когда тренируете глазную мышцу, потому что вы смотрите в схему на вышивку, в схему на вышивку. У вас время переключается, да, и тренируется глазная мышца. Самое главное, нужно, чтобы хорошее было освещение. Вот это важно. И, конечно, сейчас столько этих увеличительных стекол, что это... Глаза не напрягаются совсем. Ну, пока не надоело мне это. Ну и хорошо. Дело начато, да, нашла выход из положения. Полочка со шкафчика была снята, потому что в основном заказываю работы, которые без подравника. Поэтому я цепляю на эту досточку, этим бумажным скотчем. Не надо, я раз быстренько убрала, раз убрала. Раз, никого нет, лампу поставила. Вот мне не судьба. Вот бисером не могу начать вышивать боярышню с подносом. Очень многие подружки все вышивают, да, и есть вышитая работа, а вот сама никак. У меня другая проблема. У меня внучка и кошка, которые мне это все разбрасывают, поэтому я не могу. А, бусики! И у меня внучка, она обожает бусики, бусики, и все, и понеслось. Все разбрасываю. Очень много, конечно, это самое насмотрелось на Ютьюбе, прям иногда включу, и так это самое свежие слушают. Тина Викторовна показывает, показывает все работы, кто откуда, от чего приезжает. Вот видите, как вы сегодня удачно приехали. Еще и вас покажем. А я звонила, я звонила, я уточнила, что сегодня, я думаю, так. Надо ехать, все бросаем. С утра, думаю, я сажусь и еду дальше. Думаю, если... Я перед этим уточнила, что у вас можно было онлайн это сделать. Честно, я такой визуалист, я готова вот это смотреть, но когда я вижу глазами... Надо еще и руками потрогать, я тоже. Может быть, уже. Ага, вот это прелестное. Это вот был последний, это в коронавирусе, только я смотрю, что у меня, оказывается... Я почему-то, когда заказывала, сама виновата, я... Мне почему-то казалось, потому что много есть работ, где там кухонная, мне казалось, что это будет мальчик. Начинаю выкладывать, все, ладно, выкладываю. Не могу понять, где хуже? Куда делся хуже? А потом стала понимать, что это достаточно... Большой. ...на приближена. Ну, хорошо. Как-то так думаю, что что такое? Где же... Где же начинается... Где вино, где еще что-то? Так вкусненько, наверное, да? Вкусненько, наверное. Ну, не хуже говорю, выслушала, что вы много тоже приобретаете, сколько вы показываете у вас. Сегодня была женщина, которая не покупает в прок вышивке, представляете? Нет. Это феномен. Я таких не понимаю. Я завидую этой женщине. Сын тоже спрашивает, мама, говорит, а куда? Не важно. Лишь бы мама не плакала. У нас в этом доме живет одна дама, Любочка, мы ее очень любим, она пазлы любит собирать. Так вот она говорит, я бесплатно буду собирать, лишь бы мне только дали вот это. Пазлы тоже, но это пока, наверное, сын. Рос много, мы даже в свое время покупали чертежные доски, чтобы не выбрасывать, наклеивали, не знаю, где сейчас. Но это... Живу на два города, большей частью, потому что и Петропавловск, и Камчатский, и Санкт-Петербург. Здесь мы все время, ну, сразу решали эту проблему, поэтому я однозначно, ну, да, Камчатка хороша, природа, красиво, все. Я люблю Санкт-Петербург. У нас есть друзья на Камчатке, у нас есть Леночка у нас и Лена Борисовна. Лена, привет, если ты нас видишь, если смотришь, мы тебе передаем привет. Приезжай к нам еще. Она однажды приехала, и с такой, дали все, и вдруг потом через какое-то короткое время она опять приехала. И я говорю, Лена из Санкт-Петербурга, она говорит, я из Камчатки. Я говорю, Лена, ты так быстро, быстро приехала второй раз, что я решила, что ты наша. Здорово, 9 часов лета, во сколько вылетел, во сколько прилетел. Это туда сутки теряешь. Круто. Вылетел в час дня, в час дня. Прибыл. Были сутки, не были сутки. Здорово. Всем хорошо, но вот поэтому увлеклась потихоньку, понигонку, и чем больше, тем это самое на сайте. Просто-напросто по принципу тоже не знаю, что с ними дальше делать. Вот лежат, часть даже пыталась и делала сама, но находила выход в какое-то из положения. Особенно даже отвозила туда, на Камчатку, делала на тюрьморты, был удлиненный, тот самый, 50 на 70. Я долго бегала по магазинам, я искала картины этого размера, покупала эту картину. На тыльную сторону, на двойной скотч, как было показано, сажала и вкладывала в рамку. Также несколько работ делала, когда я покупала в Миро Мерлен по рамке. А что ты на 9-м? Но тоже смотрела, чтобы тыльная сторона обязательно была ДСП жесткой. Точно так же. Укатывала, прокатывала. Вот молодец. Примите к сведению, господа. Но решила почему-то, что ту, конечно, надо отправлять, а что тоже в город Хабаровск уходить у меня. А это, ну, пускай будет готовыми. Найдем место. Найдем. Найдем, кому подарить. Найдем, да. Хорошо. Будет 37,5? Да ничего. На 48. Ну, мы будем подбирать к картине, чтобы, да? Вот смотрите, может быть, вот этот вот, смотрите, он. Вот смотрите, он как. Он из желтеньких. Он наоборот. Вот смотрите, я вам сейчас покажу. Он, вот, вот смотрите, как это будет смотреться. Вот как будто бы целиком. Вот, чтобы представить, как это будет. Ну, вот как будто бы картина накрыта, да? Но как будто она уже полностью оформлена. Вот когда так закрываешь. Смотрите, если не нравится, говорите. Немножко смущает вот именно. Потертость, да? Не столько потертость, сколько разноцветия. Почему-то я вот как-то сдерживаюсь. Да? Здесь однотонно. Хорошо, хорошо, ладно. То есть тогда делаем классику, да? Ну, вот, по мне так. Я думаю, что она у меня девушка такая. Может быть, классику тогда, чтобы уже не прогадать. Вот это вот сделаем. Смотрите, как по тону одинаково. Или боитесь зеленый делать? Вот зеленый я бы вот сюда согласилась. Потому что зеленый я люблю. А, давайте. А сюда, кстати, пойдет. Зеленый я люблю, потому что, да, здесь зеленый. Можно делать, да? Вот, смотрите, он есть, мы сейчас отдадим, и ребята сделают, пока мы тут кофе пьем с вами. Даже тут? Да. Ну, давай. Я одна из первых была работой яблок. Хорошенькая очень, прелесть. Но вот она, единственное, что она была на подложке. Ну, настолько она натуральная яблок. Вот до сих пор они висят у меня в гостиной, на кухне, вот не устаю. Ну, это, вот я сама вставляла. Тоже опять, видите, подсулки, кресло. Ну, хорошо. Ну, велосипеды, это тоже страсти. Слушайте, такие хорошие у вас. Я катаюсь в велосипедах. Это первые мои были. Это вот от Вензилана. Ну, термортик. Ой, это Вета любит такие собирать. Она тоже любит вот эти. Вот она, вот эту долго я искала. Пришлось, что даже она не совсем подходила под рамку. А алмазов много остается. Я докладывала по краю, учитывая, что клеевая сторона достаточно большая. Пол делала 50 на 70. Ну, это чем-то... Это тоже мозаика? Да, да. Слушайте, здорово как. Я это там дома. Так вы на два дома живете? И туда, и туда? Ну, сейчас уже... Реже? В общем, часть реже-реже. Это вот лежит. Ну, чисто сделанная, но пока она не оформленная. А там кто-то остался у вас? У меня сейчас, как говорят, раньше мужчины были в морях, ходили, а я теперь морячка. От одного берега, это другой. Вот эту привезут уже. Настолько и пижма, и ромашки, и все остальное. И стеклянная банка как будто бы. Вот видите, вот это я. Вот я все время, сын знает мою страсть, поэтому то мне... Дарит подсолныши, да? Да, подсолныши. Ну, это у меня уже... А, нет, почему? Вот еще есть... Тоже для девушки делала, она корички. Желтые опять цветы. Вот девочка эта, вот сейчас вторую девочку так же... Хорошенькая. Зачем детки? К чему детки? Ну, настолько они хороши. Как, к чему детки? Детки всегда нужны. Сколько сыну лет? Ну, я очень поздний сыночек. Поздний. У меня тоже поздний. Ну, я видела, красавица. У меня тоже поздний. Я даже говорю, сынок, я... В 39 лет у меня родился. Так что... Да, так что... И вырос, и все в порядке, и уже... Ой, счастливое дитя от Бога называют. Да, да. Да, так вот получилось. Ну, вот. Да. Подарила бы. Ну, что, вот эту делаем зелененькие? Делаем зелененькие. Хорошо. Не сильно будет много нагружать? Нет, 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 нормально. Хорошо. Я почему-то, потому что протирую. Или это яблоки. Угу. 27 на 27. И не упас не вмодатель. Да, сейчас я загружу Диму этим. Без стекла. Без стекла. Угу. Да, да, да. Дима Егоров. На, быстренько сделай, пожалуйста. Я буду тебе колекать. Ага. Ну, вот в этот багет. Найди, пожалуйста, багет хотя бы. Без стекла, мальчики. Без стекла. Без сиропа. Да. Ну что? Так, что сюда? Слушаю вас. Так. Ваше мнение. Сюда мне, мне кажется, сюда надо такой современный стиль. Сейчас я поищу что-нибудь такое, подходящее. Хай-тек, да. Может быть, вот этот багетик. Нет, наверное, нет. Нет, 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 нет. Сейчас что-нибудь другое поищу. Сиро-черно. Сиро-черно есть, конечно. Мы вот тигров делали в него, без проигрыша получил. Он с бордовым профиром. И здесь вот эти акцентики попадают. Вот они. Можно, можно. Тут надо выбрать, что в интерьер ближе. Что лучше подходит в интерьер. Пока на полочку. Пока на полочку. Да, да, да. Хорошо. Я почему-то думаю, что в интерьер дыма, квартире, там. Будет металл, стекло, поэтому... Хорошо. Я так думаю, что... Вот этот. Сейчас я еще что-нибудь гляну на всякий случай, ладно? Я так думаю. Да, было бы неплохо. Это вот такой. Ну, нет, не будем. Нет, это не тот тон. Ну, это слишком... Он есть, конечно. Ну, наверное, слишком классический. Или вот этот. Или вот этот. Вот эти акценты. Может, он есть? Вот этот точно. Сейчас посмотрю. Проверя. Сильно широкий, да? Ну, ладно, тогда. Ну, как-то серебро. Ага. Хорошо. Тогда этот делаем, да? Да. Ну, и все тогда. Ага. Сюда начинаю выкладывать специально бумажкой от клея, потому что тут еще край остается липкий, и чтобы... Правильно. Здорово. А то вечно тут все налипает. А вот когда делала сама, вставляла в пакет, то... Ну, это что же надо создавать в работе? Ну, что ж я все сама не выкладываю, и в агенте, поэтому... Ну, здорово. Хорошо. Нет, хорошо. Главное, он в протее бордовый. Бордовинка такая вот. Да, да. Ну, что-нибудь я хочу показать вот этот. Что вы брали? Узенький? А, ты вот этот вот? Ну, да. Можно этот. Такой пастельный. Или тот лучше что вам? Делаем что-то вот. Вот такое. Все, давайте. Смотрите, вот здесь как раз противе бордовенький. Все отлично получилось. Нет, хорошо. Ну, говорю, без всяких... Да, да, без прибамбасок этих. Это яблоко. Хорошо. Я как девочка люблю что-то такое. Они любят минимализм сейчас в моде. Если бы возможно было, наверное, сделал, сколько там, 40 на 50, да, несколько багетов, два-три месяца повисело, раз, вынул, следующий багет ставил, и пять. Как вот в квартире необходимо. Любишь перестановку что-нибудь, местами поменять, и уже по-другому смотришь. Так и тут. Крупные все, предметы крупные на работе. Да. Да, он хорошо бы был. Ну, как-то, мне кажется, сильно грязно. Тяжело, да? Ну, давай. Ну, хорошо. Нет, мы не настаиваем. Вот этот можно сделать. Прямо сейчас сделают, ребята. Ну, неплохо. Да. Мне кажется, серебро. Смотрите, ну, это вот серенький такой багет, но... Просто серенький, матовый. Да, матовый, но неплохо, мне кажется, будет. Ну, можно или то, или то, или то. Здесь такими тоже, так, видите, он с кракелюром багет. Или вот этот. Вот это все есть. Как он называется? Кракелюр. Вот это вот трещинки, вот эти вот трещинки, как будто бы вот потрескалось. Это называется кракелюр. М? Я даже не знаю, мне кажется, вот этот лучше. Потому что матовый, он нам не годится. Картинка блестящая. Да, вот только хотела сказать, везде отблеск. Да, да. Вот этот, да. На серебро. А этот вот матовый совсем. Вот тут нам делать. Вот блеск. Угу. Вот видите, как раз на другой. Ну, неплохо будет, в принципе. Нормально. Он светленько интереснее. Вот этот будем делать, да, серебринка. Вот в этот делаем. Все тогда. Угу. Да. Сейчас сделаем. На тогда. А я поищу. Готово. Уже будет, ребята. Готово. Ага, красота. Это ее тяжело иконой, но вот... Да, да. Но все равно. Когда почему-то я поняла, что это вот оно мое. Детям. Угу. 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 Или как не высыхал. Но вот у грани... У этой фирмы действительно качественная. И сама ткань, и даже алмазы эти хорошие такие, ровненькие. Да, советовали мне, допустим, если рапорт идет повторяющийся, то стараешься через одну сначала выложить, а потом следующую, вторую, допустим, четвертую, она щелкает, как в замочек. Ну, по окончанию работы кладу салфеточку, берешь колотушечку или еще что-нибудь, скалочка. Ну, вот у нас... Ага, вот у нас специально есть здесь, для того, чтобы кто-нибудь дома не прогладил, мы вот специально... Прикатываю, прям слышишь, щелк-щелк-щелк, и все. Ну, угу. Еще некоторые утюгом проглаживают через ткань, чтобы оно еще сильнее прилипло. Тогда клеевая часть, говорит, раз... Ну, не сильно, наверное, горячим, тогда клеевая часть тает и хорошо прилипает. Это девочки рассказывали. Ничего не делается, вот приносили, да, приносили. Ну, вычитывала, начиналось-то с чего? То же самое. Как выложить? Самая первая картинка была вообще... Уголок где-то попробовать этих, положить пиксели этих и попробовать прогладить каким-то горячим утюгом и посмотреть, как это будет. Но нам приносила девушка все в порядке. Я, правда, не спросила, сколько градусов утюг будет. Да, читала, что советует там и бесцветным клеем, или лаком покрывать. Ну, вот сколько, будем говорить, ну, действительно, пять лет, если, наверное, ну, может быть, четыре года я этим делом потихоньку не занимаюсь. Пятят, и абсолютно... Угу, хорошо. Даже... Это лаком для волос вы покрыли, да? Замечательно. Да, да. Так что лаком для волос покрываем. Будет очень хорошо. Я считала, что если вдруг пыль там накапливается, или еще что-то, то же самое освою, да, отбуднула и лак, и все это уходит. Угу. Ну, в нашей жизни ничего нет вечного, но... Наверное, вышивку я бы точно вставляла стекло, потому что это настолько кропотливое, настолько... Замечательно. Красивое, я помню. Да, да. Вот у меня вот эта семистрельная, она прямо вот все, все на нее обращают внимание, что она настолько нежная, настолько получилась красивая. Пишем. Мне сильно хотелось именно познакомиться не заочно, не через YouTube-каналы с Татьяной Викторовной, главной хозяйкой, багет-мастерской, поэтому привезла свои работы, именно хотелось увидеть и подсказку услышать, что можно подобрать к своим картинам. вот первая картина, вино, она сдержана, но здесь достаточно красоты, именно в бокале красного вина, и багет был подобран рамка именно под интерьер. В молодежный интерьер, да. В молодежный интерьер, да. Почему зеленый багет? Потому что больше контурировано. Да. И здесь как раз вот такие акценты есть на картине. Это из этой же серии багет у нас. серия та же самая, только багет другого цвета. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Подобрали багет достаточно изысканно. Все мои четыре работы, они очень разносторонние, разноплановые, нет одной тематики, но вот. Поэтому я их и привезла. И багет разный. И буду говорить обязательно, чтобы подзывались услугами и вашей багетной мастерской, и филиалами. Кому как доступно. Но именно такого выбора багета здесь и консультации, советов. Спасибо большое всем. Всех благ. Так, Лена. Учу вышивать. Берем маленький, берем маленькую картиночку. Вот наборчик такой, розочка, любимая наша. Вот она. Вот она вот здесь. Здесь вот она красивая такая. Вот схема. Почему такую беру? Для того, чтобы, если не ваше это занятие, чтобы вы много денег не тратили и не писали это дело на самотек. Значит, вот здесь все есть. Ниточки есть, схема есть, иголочка есть. Что вышивать? Рекомендую с центра. Что мы делаем? Вот так складываем канву. Вот здесь у нас получится центр. Открываем. Вот он, центр. Вот мы сюда можно иголочку пока вставить. Вот, вот центр у нас. Тогда картинка распределится ровно, так как надо. Теперь смотрим, где здесь центр. Вот здесь идут стрелочки. Отсюда и отсюда. Вот здесь они пересекаются. Вот он, центр. Нам нужна ниточка номер 11. Берем иголку. Достаем нитку номер 11. Вот она у нас. Ниточка эта. Сейчас эту мы распределим. Она вдевается в одну нитку? Она вдевается... Да, но мы будем шить в две нитки. В две. Поэтому мы эту нитку в два ряда. А вот эта вот, она одинарная длина. Это как бы половинка. Там специально длина? Нет, не специально. Это просто, видимо, так нарезали. Вот смотрите, что мы делаем. Мы берем нитку эту. В два ряда складываем ее. Так. И вы двойную сразу в две пустыне даете? Да. А тут большое ушко специально. И смотрим. Узелок не делаем? Не делаем. Узелок не делаем. Потому что здесь у нас есть петелька получилась. Когда в два ряда нитка, получилась у нас петелька. Но я вам покажу, как делать, когда можно и без петельки. Ну, петельку это просто. Воткнули наискосок. Вот так. Из одного угла в другой. Сейчас. Этой клеточке. Этой клеточке. Да. И вот так продели сюда. Вот. Раз. И она закрепилась у вас. Дернули. И не надо никаких узелков. Если этой петельки нет. Сейчас я покажу. А у нас два кончика, например, да? Потому что вот это будет вторая ниточка короткая. Поэтому мы делаем тогда так. Кстати, когда удлиняем нитку, чтобы удлинять, когда вы шьете много одинаковых, то вот так вот лучше вставлять. И тогда можно будет быстро удлинять нитку. Вот мы так вставляем. Дима, папку. Это когда нет петель. Да. Вот смотрите. Вот так сделала. Пальчиком прижала. Зафиксировали. Вот так. Раз. И два. Сразу делаем крестик. Вот. И уже этот крестик никуда у нас не денется. Он никак не развяжется. Вот мы этот крестик вот сделали один. Сейчас сделаем второй. Двигаемся влево. Ну, здесь можно влево, вправо, как хотите. Вот. Вот мы сделали. Так. Полукрест. Самое главное, когда вышиваете... Сейчас. Самое главное, когда вышиваете, чтобы нижние были в одну сторону все наклонены, верхние все в другую сторону наклонены. Если будете путать, будет не очень красиво. Это будет очень заметно. Теперь второй ряд мы шьем. Сейчас. Ну, тут, видите, я без пялец. Я-то вообще без пялец вышиваю. Но сейчас я решила на пяльцах. А на пяльцах удобнее, да? На пяльцах натянута, да, да. И вот вы пошли вышивать сейчас. Вот здесь у нас второй ряд. Раз, два, три, четыре. Четыре. Я вообще вышиваю в два прокола. Вот так. Вот. Два. Сначала во все, которые... Четыре. Можно так, а можно сразу закрывать. Кто как любит. Вот. Ой. Так. Я тоже в этих очках. У меня эти очки слабоваты. Они с затемненными стеклами для компьютера у меня. И вот вы в другую сторону пошли. Вот. Здесь вот можно верхнюю закрыть сразу. Ну, то у вас уже интуитивно вы знаете, что вы должны... Вот. Смотрите. В другую сторону двигателя. Вот. Можно сразу закрывать. Вы один ряд сделали, закрыли. Второй ряд сделали, закрыли. И дальше у нас вот идет... Нитка вот сейчас будет бросаться? Вот смотрите, еще нет. Еще вот у нас... Вот сейчас. А, еще там третий ряд. Еще третий ряд, да. А, вот здесь у меня узелок завязался. Сейчас мы его развяжем. Вот. Вот. Вот сейчас мы делаем третий ряд. Вот это. Можно методом парковки. Но я так и не освоила. Хотя мечтаю методом парковки. Но это все есть в интернете. Можно посмотреть. Вот. Так. Это не к автолюбителям? В парковке это когда ниточка оставляется, это не обрезается. И вышивается другой цвет, а потом продолжается этой же ниткой. Вот. Ну. Но мы, наверное, мы сейчас... Что происходит с ниткой, которая уже не нужна? Вот смотрите. Или на обратной стороне ее перетягиваешь? Вот смотрите. Вот сейчас мы... Я вам покажу, что мы делаем. А в обрезании-то ее петля за петлю. Вот смотрите. Вот мы сделали. Нам нужно нитку обрезать. Ну, просто я для того это делаю, чтобы... Вот у нас еще вот это есть. Значит, вот она... Через ряд еще. Да, через ряд вот сюда. Вот она. Давайте мы ее сразу вышим. Так. Сейчас мы ее ушим. Вот. Мы ее вышили. Но вышивается последовательно? Или все-таки вот вы приступили, допустим, ниткой 11 номер и смотрите, где на схеме еще 11? Это невозможно? Нет. Вот можно. Почему? Вот смотрите. Вот можно было начать с этой. Потом перейти сюда, сюда, сюда. Потом перейти вот сюда можно. Да. Но это будут перетяжки. Чтобы перетяжек как можно меньше было, мы вот смотрите, сейчас что делаем. Это будет конечная. Вот закрываем. Да. Закрываем. Чтобы, значит, нитку отрезать, мы ее вот так вот выводим на правую сторону нитку и продеваем вот под эти стежки. Так вот продеваем. И вот сюда обратно ее на левую сторону. И теперь мы ее можем отрезать, и у нас здесь ничего не будет, узелков, и здесь ничего не видно. Вот. Смотрите. Сейчас возьмем ножницы, обрежем. Видите, вот я под правой стороной провела. Все, она никуда не денется. Вот мы ее обрезали. Ножницы, правда, без узелков, без всяких этих. Вот. Дальше. Можно, конечно, было бы перетяжку сделать небольшую. Можно. Не критично будет. Она зашьется потом. Вот, вот сюда. Но я для того, чтобы просто вам показать, как это делается. Ну, стараться избегать перетяжки. Лучше перетяжку, да. Чтобы она сильно объем будет снизу. Да. Вот, смотрите. Вот у нас для того, чтобы не перепутать потом. Вот вы, например, оставили. И чтобы не перепутать, где вверх, где вниз, бывает, что непонятно. Можно вот так сделать на краешке. Вот так. А, стрелочку. Стрелочку, что тут вверх. Да, тут вниз. Потому что вот потом, чтобы не понять, как ее. Вот. И смотрите. Вот у нас вот это. Раз, два, три. Через три клеточки у нас опять вот эта нитка. Можно сделать перетяжку, но мы не стали. Раз, два, три. И мы опять делаем то же самое. Вот так вот закрепляем. Вот. Вот так. Можно было сделать и петелькой. Вот это, через петельку. Давайте через петельку сейчас. Я вам показала метод. Ну, это просто. Вот когда двойная нитка, здесь петелька. Так. Раз, два, три. Вот это четвертое мы делаем. Вот. Вот. Видите, вот все, она закрепилась. Через петельку вообще. Да, да, да. Ну, бывает, что нитка такая коротенькая, что нужно ее. Дальше смотрим. Вот сюда. Здесь мы ее закрыли. Мы пошли сюда. Здесь ее тоже можно закрыть. Если много, то сначала в одну направлению. Да, да, да. Не так, что вверх-вниз, вверх-вниз. Вот смотрите. И дальше вот пошло у нас. Мы пошли вот сюда. Сюда. Там у нас сколько? Две, да? Две. Раз, два. Можно карандашиком вычеркивать на схеме те клеточки, которые вышиты. Тогда будет понятнее или фломастером, или просто карандашом, или ручкой. Ну, это, наверное, когда совсем объемный рисунок. Да, да. Но бывает, что, чтобы не путаться. Вот. Вот, пожалуйста. Вот у нас уже пошло сюда. Дальше у нас идет вот этот стежок. Сейчас, сейчас. Вот. Татьяна Викторовна, я все поняла. Лена, вот. Укладываем туда. Я почувствую, что 60 лет я забираю. Потому что это надо хоть когда-то начать. Так, у нас сегодня в гостях еще Мария. У нас сегодня день алмазной мозаики. Просто. Леночка пока там отдыхает у нас. Сейчас мы у Марии примем заказик. Вот, прекрасно. Ты уже смотри. Вот, вот еще. Смотри, зелененькую. Давай. Зелененькую вот такая. Так, вот здесь что-то вылезло. Надо, конечно, более плотно. Сюда поставлю. Сейчас я ближе сделаю. Ага. Лен, давайте. Знаете, как хорошо. А вот. Давай. Давай я. Давай нагадку. Давай еще вот это и прокатаю. Во, щелкнула. А вы сами дома не прокатываете? Не прокатала. Забыла. У нас дежурная скалка. Дежурный кусок мыла. А у вас только сувенирная скалочка. Но у ваших ручек, Жанкин, конечно, мелька такая и должна быть. Ну вот. Смотрите. Так, что? Что мечтали? Рамочку. Ну, такую. Красивую. Чтобы подходила. Красивенькую, чтобы подходила. Темненькую, наверное, так. Темненькую. Какой цвет? Вот вообще, что под мебель хотим, чтобы ближе. Здесь большая палитра, можно разную. Я думаю, что может быть в зеленом. В зеленом? Да. Ну, как бы. Смотрите, приложим. Если я так не буду. Давайте. Приложим. Да. Получается, как он, что красивее. Да. Можно. Вот такое. Можно. Попробуем. Но сюда хочется пошире, потому что формат большой. Паспарту не... Нет, вот такой. Вот это имеется в виду. Мария вот такой имела в виду. Я поняла. Она вытягивается. Да. Ну вот, смотрите. Девчонки, мальчишки. Смотрите. Мне вот это, типа, нервам больше нравится. Это красивая, да, рамка. Хорошо. Мне тоже это моя любимая. Да, мне нравится. Она только единственная, что она к этой работе узковата. Пошире хочется. Ой, вот, 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 вот. Мария, смотри. Вот. Вот шикарно будет. И ширина хорошая, и она не уступает этой. Сказочная, как раз такая, как сказочный домик. А? Или та больше нравится? Мне больше нравится, и у нее ход. Ну вот, ну вот, мне больше нравится. Да? Ну ладно, давай эту. Да, ну вообще, да. Вот, вот, в интерьер, да, и тут много акцентов таких, пожалуйста. Просто масштал зелененькую хочу. Вот я. Ага, ну это вот из этой же сирии. Ну она узковата. Вот это пошире она. Вот это получше, да? Да, да, она лучше. Давайте вот эту. Давайте вот такую, да. Все, решили и постановили. Дружненько. Дружно решили эту. Екатерина Сергеевна Проскурякова из Шлиссельбурга. Хочу поблагодарить за ее подарки для наших женщин. Эти все наборчики мы положим вот сюда, и люди будут приходить и выбирать все, что им нужно. Здесь, конечно, в основном уже как бы схемы с ниточками, с образцами, но есть и целые наборы. Так что приходите, берите. Можно, те, кто рядышком живет, можно прийти и повыбирать что-то для себя, какие-то сюжеты. Ниточки, даже ниточки. Вот здесь такая вот мне схема очень понравилась. Вот эта мне очень понравилась, так как я люблю девчонок вышивать. Вот, смотрите, какой сюжет замечательный. Домашняя коллекция Санкт-Петербург. Очень красивая схема. Мне очень нравится этот сюжет. Здесь все номера ниточек указаны. Фирмы DMC. Посмотрите даже. Вот. И DMC. Можно гамму подобрать. И вот схема, она, конечно, такая мелкая, но ее можно увеличить на ксероксе. И вот здесь все символы даны и номера DMC ниточек. Это будет очень хорошая работа, очень красивая. Так что вот, пожалуйста, приходите. Вот такой подарок нам сделала наша заказчица постоянная из Шесельбурга. Она уже к нам приезжала. Мы ей оформляли работы. Очень симпатичная женщина. И я думаю, что это от души все прислана. Здесь даже наборчик с бисером. Очень красивый там бисер, чувствую, есть. Он заклеен. Я уже не буду расклеивать. Так что вот. А вот еще вот она. Еще вот такие два набора. Вот этот очень оригинальный. Мне нравится. Смотрите, какая барышня симпатичная. А это, я не знаю, ажурная калитка называется набор. Тоже тут и ниточки, все. Так что все, приходите. Кто успеет прийти, кто первый придет, того и тапочки. Так что замечательные у нас. Видите, какие у нас замечательные заказчики. Они мало того, что у нас заказывают багет, они еще и делятся своими наборчиками. С людьми, которые, ну, в меру своих возможностей, например, ну, не могут себе позволить купить. Надежда из Москвы привезла нам на оформление вот такую замечательную вышивку. Посмотрите, это Вера, Надежда, Любовь. Ну, мать их Софьи нет здесь, матери их Софьи нет. Но посмотрите, как красиво мы оформили. Багет, по-моему, производства Италия, если я не ошибаюсь. Здесь музейное стекло, бархатное паспарту, деревянный слеп. Очень красиво. Мы старались подобрать все в тон, чтобы тональность сочеталась. Но очень нравится мне рамка. Она так подходит. Видите, она в протире такая же бордовая, как вот здесь у них на одеждах. Такой же бордовый цвет. Так и рамочка. Надежда из Москвы. Эта работа поедет в Москву. Посмотрите, как красиво. Замечательно просто. Николай из Санкт-Петербурга принес работу своей супруге. Вышивку. Вот такой шикарный сюжет. Натюрморт. Он хотел ее сделать в тоненький золотой багетик и все. Но я его уговорила сделать с паспарту. В общем, по полной программе. Музейное стекло. Потому что работа шикарная. Мне прямо хочется бежать и покупать этот набор. Но я этого делать не буду. Я буду терпеть. Вот такая вот красота. Не знаю. Это будет сюрприз для его супруги. Потому что... Не знаю. Она еще не знает, по-моему, как это будет оформлено. И еще. Тамара из Новгорода. Тамарочка, вот ваша работа. Она у нас была... Я каюсь. Она у нас была сделана уже прилично. Но мы ее не отдавали вам. Не говорили, что готова. Чтобы вы не забрали. Но я бессовестно, я понимаю. Но это для того, чтобы показать ее в сюжете. Я хочу, чтобы все увидели, какая красота. Здесь двойное паспарту. Багет производства Санкт-Петербург. Это музейное стекло или нет? Музейное стекло. Посмотрите. Вот лампы отражаются зеленым. Правильно? Да, лампы отражаются зеленым. Поэтому вот так я проверяю. Музейное или нет. Наши лампы отражаются зеленым цветом. Очень нежная. Очень красивая работа. Мне понравилась тоже. Но сложная. Для меня это сложно. Вот это вот вышивать, это все очень тяжело. Мелкая канва такая, малипусенькая. Так что, Тамарочка, приезжайте за своей работой. Или, может быть, мы ее вышлем. Вы мне сообщите, как лучше сделать. Выслать вам ее или вы сами будете забирать. На этом сегодня все. Сегодня у нас день был алмазной мозаики в основном. Так что приносите и алмазную мозаику, и пазлы мы оформляем. И фотографии. Все приносите, мы все вам оформим. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok